Рост цен в России ускорился, но ненамного. Мониторинг стоимости продуктов и горючего в специальном выпуске проекта «Вместе выгодно» в студии Борис Чесноков. Здравствуйте. Недельная инфляция в России выросла на 0,2%. С начала месяца цены выросли на 0,3%, а с начала года на 10,7%. Это официальные данные Росстата. В магазинах продолжается рост цен на яйцо, подсолнечное масло и конфеты, но в лидерах – огурцы. Их стоимость прибавила 5,5% за неделю. Сезон тепличных овощей завершается. В то же время дешевеют корнеплоды, картофель и морковь. Подешевел также сахар. Индекс нашей продуктовой корзины снижается, и я напомню, в нее входят наиболее популярные товары – хлеб, молоко, картофель, мясо птицы, куриное яйцо. Мы высчитываем среднюю стоимость этих продуктов в нижней ценовой категории по итогам мониторинга цен в трех популярных гипермаркетах Москвы. За минувшую неделю наш набор продуктов подешевел на 15 рублей, причем за счет стоимости мяса птицы. В одном из гипермаркетов, в которых мы производим, мониторинг цен, проходит акция всего 90 рублей за килограмм. Зато закончились распродажи куриного яйца. Оно подорожало на 15 рублей. Эксперты прогнозируют традиционное ускорение продовольственной инфляции уже во второй половине октября. В этот период начинают дорожать сезонные овощи. Далее завершается так называемый период большого молока. Начинает расти в цене комбикорм для сельскохозяйственных животных и птицы. Кроме того, свой вклад в увеличение стоимости продуктов носят цены на бензин. Впрочем, сегодня их рост остается на уровне инфляции. Все выпуски проекта «Вместе выгодно» доступны на мультимедийном портале мир24.tv. С нами интересно.